Кстати, а вот, знаете, вопрос по долгожителям, мы сегодня уже так касались этой темы. У вас изучают вообще этот вопрос местное население, вот изучают ли, так сказать, все-таки это... Да, да, да. Да, потому что, а вот скажите, те районы, регионы, вот вы говорите, самый такой, где на 30% может быть, да, продолжительность жизни выше, это вот среди тех частей берберов, да, которые именно вот в этих зонах, где как раз произрастает и исторически добывают масло, органы, да. А какой у них вообще образ жизни, питание, что они едят, то есть какой у них вот... Ну, можно сказать, что у них здоровый образ жизни. Во-первых, они далеко от городов, от грязного воздуха. У них, они используют то, что они могут выращивать на месте. То есть, вот это то, что мы используем как консерванты, у них никакого супермаркета в этом, ничего. Перевозить не нужно. Да. Люди двигаются в некоторое место, можно доехать до этого места только пешком. Никакого транспорта. Люди еще активные. Можно там, знаете, в день можно 15 километров ходить. Напросто. Дети, знаете, как, чтобы в школу туда и обратно, у них минимум 15 километров. Женщины... Ну, ладно, сейчас наш король начал такую хорошую политику, чтобы в каждом... в каждом пункте, где есть хотя бы 10 семьи, чтобы там был и цвет, и вода. А раньше, женщины тоже пешком, как вы видели в этих фильмах, в Африке, женщине хоть 5 километров, 7 километров легко, чтобы принести, принесли воду дома. Ну, то есть, этих людей всегда отличаются, то есть, это постоянно физический труд, это... Я вам расскажу одну вещь, это касается моей семьи. У меня тоже дядюшка жил минимум 120 лет. 120 лет дядя? Сейчас. И можно сказать, что его убил город. Почему? Этот человек, который даже женился два раза после смерти второй жены, он остался один, у него была своя земля и так далее. Ну, всем говорили, мол, ты один, там далеко от нас, от города, если что-то с тобой случится, мы не будем в курсе, ты там умрешь, не будем знать и так далее. Ну, он любил эту жизнь, любил свою землю, но уговорили его, купили ему дом в городе, и там были даже женщины, которые убирали, постирали, готовили ему и так далее кушать. Ну, он, знаете, не заболел, ничего, спустя 6 месяцев он... Так быстро. Да. Это я очень часто, кстати, замечаю, когда перевозят стариков из привычного образа жизни, он из села жил там 107 лет, приехал в город сразу, так сказать... И у нас похожа ситуация. Да, да, да. То же самое. Да, 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 да. Это правильно, да, потому что связь с землей, с энергией, вот этой, где, тем более, когда больше 100 лет человек там... Да, родовая уже, можно сказать, энергия. Ну, то есть там все, и, конечно, питание. Это как птицы, когда ты их закрываешь в какой-то клетке, нарушаешь у них, лищешь у них самый главный свой образ жизни, свободу и так далее, они умирают. Ну, 120 лет, да, он прожил? 120 лет. Скажите, а в роду у него и многие жили долго вообще? Да, знаете, Марокко, если можно сказать, это Марокко, Марокко есть два, Марокко сейчас. Это поколение исчезает уже, все. Да, конечно, к сожалению. К сожалению, да. И таких примеров, как моего дедушка, было много, потому что эти люди жили, как сказать, бедно. А, да, да. Богатство убивает. А, не то слово. Правильно, правильно. Знаете, вы заметили, арабские, Сауди, Эмираты, что у них не только мужчины и женщины тонкие, и дети стали очень бедно. То есть источник энергии для них, это было молоко верблюды. Верблюды, да. И это пустыни, в полном смысле пустыни, это дуни и песок и так далее. У них организм живет уже тысячи и тысячи лет так. Уже привык. То есть они? От клетки до гены. Даже их генетика привыкла к этому климату. Обменный процесс. Да, отменный процесс. Но представьте, что тысячи лет организм так привык, когда появился у них нефть, то есть богатство. Америка эмигрировала со своим... Образом жизни, питания, макдональдс. Там жирами, конечно. Ну, организм худой, здоровый и так далее. И вы будете его бомбировать вот с этими сандвичами, жиром и так далее. Он не успевает... Он не успевает избавиться от этого. Вот. И поэтому эти люди сразу, мы заметили, вот за 10, 30 лет... Сразу расстался. Еще генетика крепкая, они еще живы, но уже деформированы. Молодые. Это все, знаете, когда скажется сильно? На втором, третьем поколении. То есть сильно снизится продолжительность жизни. Сильно. Это так же, как то же самое с народами Крайнего Севера. Когда туда нашими, когда туда стали привозить с югов, макароны, хлеб, ну как, она никогда этого не была. Все, начались вот эти вот деформации. Да. Снижение продолжительности жизни активной. То есть это вот примерно на, где-то вот как раз в 60-е, 70-е годы, что там, что там вот это стало происходить. То есть первое изменение питания, образ жизни. Так же, как с японцами, которые никогда в жизни не потребляли молоко. Вот они, например, никогда, когда появились вот эти американские базы, и они стали копировать образ жизни своих завоевателей, так сказать, кумиров, так сказать, и так далее, смотреть, как, ну, понятно, белые люди, то есть все. И они стали потреблять эту же пищу. И у них сразу стали возникать те заболевания, научно известные, которых никогда не было. Ревматоидный артрит, сахарный диабет 1-го типа, там и так далее, другие автоиммунные заболевания. Вот. Ну, понятно. Скажите, а вот местные жители, вот эти берберы и те, кто, собственно, вот эти долгожители, какие продукты они выращивают? То есть что у них основа питания? Овощи. Овощи. Морковка, помидор, лук, чеснок. Кстати, очень важный вопрос. Вот насчет лука и чеснока. Потому что некоторые считают, что это продукт, начитались вот аэрологические книги, да, что это вредно, что это мешает мышлению, что это, так сказать... Лук и чеснок. Да, да, вот реакция, смотрите, товарищи. Нет, это просто глупость. Глупость, конечно. Чеснок. Много потребляют они, долгожители, вот эти чеснока. Очень даже. Знаете, как даже. Я видел это собственными глазами. Берут чеснок, очищают и начинают кушать его. Да? Да. Да, вот прям так. Прям так, потому что есть и сладкий чеснок, и горький чеснок. Ну и ракамболь, конечно. Вот, да, да. Можно иногда вот берут, помидор резать, и, пожалуйста, можно так кушать. Много овощей, в общем. Много, много. И тоже у нас сейчас, да, этот образ жизни меняется, исчезает. Раньше мы кушали такой вкусный салат, и я думаю, что все вспоминают сладкий, вкусный запах помидора. Этого запаха исчезает. Какие у вас помидоры. И недавно вот в Марокко у одного нас пригласили. Да, я сейчас... Да, да. Нас пригласили, и, знаете, это были небогатые люди, но просто простые. И дали то, что называется марокканский салат. То есть это помидор, мюслюк. О, то, что я люблю. И хотите соль или чуть-чуть перец, как на вкус. Я как только одну ложку попробовал этот запах, знаете, как взрыв. А я говорю, откуда у вас такие помидоры? А то мы ращиваем вот недалеко у нас вот так кусочек. Ну, это господин, так-так этим занимается. И всегда какой-то... А, вот он. Вот он. Вот он. Вот это. Вот это именно он. Знаете, Юрий Андреевич, я когда попробовал этот помидор, вот знаете, вот это так же, как в шоколадном. Знаете, что напоминает мне это? Ну, в Битвии были такие периоды, когда мы жили тоже бедно. И я помню, что у меня был друг, и он ел именно кусочки хлеба плюс помидоров. А я говорю, гавлотный рядом с ним. Он очень добрый друг, и тогда говорю ему, ну, подели, дай мне чуть-чуть. Смотрели на меня, говорит, хотелось бы тебе давать, но это слишком вкусно. Попробуйте. Попробуйте оценить, насколько, так сказать, вот он похож ли на те... Ммм, 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 да. Хороший помидор, очень, красный. Вот, таких помидоров очень мало, почти в России нет, тоже, потому что это уникальная, в общем, целая технология, целая история, так сказать. Ну, это настоящие помидоры, хотя они должны быть. Да. То есть, по сути, так скажем, вот долгожители, в принципе, и ели вот эту пищу. Она вся очень вкусная, настоящая, ароматная, выращенная именно на тех землях, где они вот рядом живут, правильно, и они выращивают своими руками вот это все. Это есть обратная связь природы, это есть, ну и, конечно, прямая связь, можно так сказать. Здесь две сильных вещи, они органические, когда выращены, и они созрели на земле, они под действием человеком. Более того, они выращены от семечка, вот все подсажено твоими руками, то есть, это энергетика, есть обратная связь, обязательно есть обратная связь. Да, обязательно, согласна. Эти отличаются все, вот супер долгожители, кому там за 110-120, они вот все, так сказать, вот очень интересно сказать. А из фруктов какие там есть, ведь тоже? Эти апельсины, Марокко. Ну, марокканские. Да, марокканские апельсины. Вообще цитрусовые, там, я думаю, не только апельсины, там, кунгква, да, и... Знаете, вот апельсины, вот самое главное, это апельсины. И тоже оливки. Оливки, конечно. Оливки, марокканские, просто мастер в процессе приготовления. Такие вкусные. Мы любим готовить, и наша кухня основана на использовании специй. И знаете, что говорят французы? Французы говорят, что у них самая вкусная кухня, а второе место занимает марокканская. Ну, понятно, да. Ну, они много оттуда и, так сказать, подчеркнули. И действительно, вот насчет фруктов, у нас в каждом сезоне своя коллекция фруктов. То есть, сейчас уже начался... Гранат? Гранат. Ну, гранат, конечно. Жаль, что я... Я вам покажу фотографии или нет? Вы показывали. Да. Знаете, в чем... Я знаю. Что мне нравится, когда я покупаю фрукты в Марокко. Здесь тоже есть и Ашами, супермаркет, все сложено красиво и так далее. Но этот человеческий контакт с продавцом... Конечно. Это очень важно. Да, очень. Инжир тоже аргумент такой вкусный. Фрукты обожаю. Потому что это напоминает мои действия. Потому что раньше у нас эти деревья были везде. Мы возвращаясь из шкоры, когда был сезон, поднимаемся на это, на дерево и ешь там на месте. И нам повезло, что это был конец сезона, и сам продавец говорит, это из моей земли. Понятно. И спросил, почему до сих пор Инжири? Говорит, это последний. Это последний. И действительно, у нас народ добрый. Когда выбирать, он сам тебе выбирать. Вот это только сегодня утром. Вот это хорошее. Конечно, потому что это приятно. Это радость человек. Это испытывает. И когда вы кушаете эти фрукты, вот эти Инжири с аппетитом, когда есть такой контакт, это тоже участвует в количестве фруктов. Мои родители жены вот тоже, как вкусно. Потому что мы сами выбирали. Потому что такой приятный человек, который нам советовал именно вот эти. У нас в народе так же, конечно, изначально. Да, это все. Скажите, но правильно я понимаю, что все-таки, вот вы тоже замечаете, и я это замечаю, что, ну, безусловно, меняется в последнее время многое. То есть традиции уходят все. Особенно, конечно, все-таки отличается пища простого человека где-то на периферии, в деревне, в глубинке и в городах. Правильно? Она все-таки другая. Поскольку те долгожители, что, естественно, живут как раз не в городах в основном. Ну, это кто-то приехал, там дожил, так сказать. А вот поколениями нет, вырождаются люди. Ну, то есть, скажем, слабее генетика. Очень много факторов действует. Опять-таки, меньше человек трудится в городах все-таки и больше потребляет, а на земле человек много, ему и не надо столько потреблять, потому что его кормят вот эти эфиры, запахи, вот этот воздух, вода. То есть, он меньше ест, по сути. Во-первых, правильно я подмечаю, что он меньше ест? Правильно. Это я заметил во время ужина. Вот. Во время ужина у них легкий суп. Всего. Это легкий суп, и, пожалуйста, можно очень легко и глубоко спать. И заметил, что в городах, я в своей аптеке это даже заметил, что большинство женщин и в возрасте, ну, скажем, 50 лет, 60-70, уже начинают сильно страдать диабетом. И у них высокий процент холестерина. Люди, это, в общем-то, не очень богатые. Я просто спрашиваю, а что вы кушаете? Ну, я кушаю вот это, вот это. У нас раньше мясо было престижный продукт. Резкий, дорогой и особый. Я могу бесстенно рассказать, что вот когда было... Мы раньше кушали вот сначала руками, вот мы, конечно, помыли и так далее. Ну, конечно. Одна большая тарека, вот, для 7-8 человек, да. И в основном это овощи. И мясо было как этого кусочка. Ну, то есть где-то в середине, чуть-чуть, чуть-чуть. На все. И когда главный раздал вот кому, вот так. Мы ели вот такие кусочки мяса. Чисто попробовать, да. Конечно, жизнь у нас улучшилась, вот. Люди стали зарабатывать больше деньги, они стали способны купить больше мяса. И, конечно, как эталон и знак такого благосостояния, стали на своем столе больше выкладывать и есть. Больше, даже не нужно. Конечно. И вот это и началось, и понеслись болезни. Да, да, да. А еще вот тоже с городом могу сказать. Дело в том, что в городе человек находится в явном и в постоянном стрессе. Конечно. Еда – это первый, за счет чего человек может переключить свое состояние загруженности хотя бы ненадолго в состояние расслабления. Потому что еда – это вот единение, это таинство. И человек вот эти знания понимая, он начинает… А ведь в городе как телевизор включаешь или что, и понеслось. И еда, и к этому… И этот психоз, он заедается, и вот это вот… Естественно. Вот поэтому я говорю, что когда ты на природе, тебе и делом занят, тебе и есть ты некогда. Ну так, вот так сказать, собрался. И ты успокоенный такой, да, с природой наедине. То есть можно сделать такие выводы, что вот те самые долгожители, во-первых, они едят здоровую, экологически чистую пищу, выращенную своими руками. Во-вторых, они едят очень много, и это 95% зелени, овощей, фруктов. Растительную. Да, да, растительную пищу. Если они и ели когда-то, а тем более в старые те времена, когда 100 лет назад… Даже я не 150, я могу говорить насчет Марокко, это максимум 25-30 лет назад. Да, да, а те, кто родился, ну кто прожил 120 лет, когда они росли, так сказать, 100 лет назад, это было вообще, так сказать, ну… Может и не было там этого и… На 100 лет далеко не усик, я так понимаю. То есть это, да, вот, и есть, вот, так сказать, да, ну и, конечно, это физический труд, уважение к земле, уважение к дому, к роду, к традициям, то есть это вот то, ну, как говорится, у нас чинно и ладно, то есть, ну, все правильно, все, а по-другому и быть не может. Я вот везде замечал, что во всех культурах, без исключения, где бы то ни было, вот, даже народы Кавказа, там ведь тоже это все вот не так, как мы сейчас считаем, когда по фильмам там последних лет, десятилетий, что вот, мол, вот на столе там мясо, сколько было зелени, а сколько… А когда уходили там в горы по полгода, так сказать, там, опять-таки тот же Таджикистан, очень многие узбеки, вот у меня было много знакомых рабочих, ну, из Узбекистана, я спрашиваю, очень многие дедушки жили по 120 лет и больше. Это была норма у них. Инжир. Вот, вот что они ели? Они ели, вот, вот, как племя Хунзи, они амрикосы в основном ели и сушили, и у них это было 80%. Да, также у многих стран, вот, народов, вот это инжир на первом месте, и так, даже кольбрек. Кольбрек, норма Нокер, да, описывает, когда они на, как раз Марракеш, вот, на, это, видели, на рынках тоже, вот, они, носильщик, вот, он, по-моему, польбрек это описывает с одним, он общался и по датам, по всему, но он точно знал, у него светлая память, зубы, он описывает очень подробно этого человека, ему было около 160 лет. Ой, какой. Да, вот он был, да, это, вот, говорит, была, так сказать, такая нередкость, нередкость, то есть это были такие. Это просто забавный факт, когда я жил еще в Франции, вот, для них это было событие, когда, как называлась эта женщина, я был, ну, было ей, наверное, 112, или что, 116. Ну, для Франции это было такое событие. Ну, да, это... Рядом со мной был, ну, друг тоже из Марокко, например, говорит, Хусейн, наверное, от Марокко у нас одни звезды, походу. Таких много, да? Много, 120, 130, не убедно, про них никто не знает, даже вот, я помню, что вот эту женщину встречал, вот, наградил Жак Ширака и так далее. Да, 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 да. Вы знаете, я, вот у нас в советское время, да, была выпущенная марка, почтовая марка, то есть это, ну, не то, что официально, это вот, ну, более чем официально быть не может. Вот, в честь одного долгожителя из Азербайджана, который, у него в трудовой книжке стаж был записан 150 лет, ему было 168 лет. Вот, 168 лет марка выпустили, почтовую марку, то есть это официально, абсолютно, вот, значит, это был такой район и есть. До сих пор у меня вот работала тоже одна домоработница из Азербайджана, и говорит, да, у нас там есть этот район, где и 130, и 140, и это не редкость. И вот были такие исключения. У вас ведь тоже там, вы слышали про таких вот людей, супердолгожителей, которые жили очень, вот 130 лет там и больше? Я видел, я с ними даже разговаривал, и удивительно, что у одного начали вот даже зубы вырасти. А, снова, снова, я тоже знаю таких людей. Это вот второй раз второй цикл открывается у человека. После ста становится год. И потом третий еще может открыться. То есть с такими супердолгожителями общались, да? И они, знаете, как, и иногда я вижу, что человеку 70 лет уже не может все вспоминать, и так. А эти три? У этих реч, голос постоянный, спокойный. И я не знаю, у них какой-то харизм после 100 лет, у них какой-то статус другой. Серьезно, они... Обязательно респект к ним. Уважение к долгожителям очень большое, да, у вас там. У нас это сокровище. Это да. Это очень даже обязательно. Если ты не уважаешь... Ну это же хранители культуры и знаний, конечно. Да, да. Но у нас это в крови, в традиции, в культуре. Так, да, это обязательно. Да, ну и конечно, я уже так, но я думаю, все это разумные люди понимают, и тем более, так сказать, наши зрители, что, конечно, никакого алкоголя там... Какого алкоголя? Да, они даже не знают, что это такое, да, тем более... Поскольку это запрещено в религии... Во-первых, да. Во-вторых, они вообще... Исторически там этого... Исторически, да, традиции там. Нет, у них никакого контакта с алкоголом. Ну вообще. Или вообще. Ну это как, вы знаете, как на самом деле в русском народе, настоящем, не то, что там это все извратили, то же самое. Потому что вот как снимали интервью одной бабушке, ей там за сто лет, из Тверской области, Нилевский район, ей говорят, а, так сказать, а вот как вы сохраните такую... Ну она помнит, вот что было 80 лет назад, прям вот каждую дату, вот прям... Память классную. Память, да. Это все то же самое. И она говорит, ей спрашивают, а вот скажите вот насчет алкоголя... Она аж передернулась, испугалась. Какое? Даже в руках не было, говорит, никогда. То есть даже вот так вот, так сказать, понимаете? Вот это вот так оно и было. А иначе бы и быть не могло. Ведь это же самое страшное генное оружие, которым уничтожаются, именно выметается генетика напрочь, так сказать. Ну да. Ну прекрасно, конечно, конечно, безусловно. Это все правильно. Это уникальные вот эти, так сказать, это почвы богатые, вот эти лесовые тера, особенно где предгория горные.